Вот небезызвестная Грецкая Тунберг, которой так словословили, так ей восхищались. Значит, она, собственно говоря, выступила с плакатом в поддержку газа. Причем, поди разбери, чего там больше. Причем, это уже не первый раз. Я напомню, ее долго мурыжили по поводу чего она отмалчивается по поводу Украины. Она все равно выдавила из себя. Выдавила, что вот, ну да, агрессия в отношении Украины. Но как-то это было под давлением больше. А тут, по-моему, с энтузиазмом. Время прошло мало, не столько, сколько по поводу Украины. Она там высказалась через год, по-моему. Я боюсь соврать, пусть меня поправят. Но я помню этот момент. И чего здесь является симптоматичного? То, что мы видим вся леволиберальная, левая и такая, знаете, весьма нетрадиционная среда. Вот, вся выступила консолидирована в поддержку фактически Хамаса. Не столько даже палестинского народа, сколько Хамас. Предлогом являются, конечно, жертвы, которые среди мирного населения есть. Что, конечно, печально. Но непонятно, кто первый начал. Из-за вот этой массированной кампании поддержки газы. Потому что получается, что какой-то Израиль взял и ни с того, ни с сего решил убивать мирных жителей Газа. Но это, по меньшей мере, алогично само по себе. Потому что сначала надо было осудить теракт, как минимум, Хамас. Признать Хамас организацией ответственной за начало всего этого бардака. А потом уже, конечно, можно было защищать мирное население. Кто спорит о том, что в Газе там могут гибнуть мирные жители. Потому что основной виновник должен быть определен. Это все-таки, мне так кажется, очевидно, что является организация Хамас, которая это все устроила. Но я хочу подчеркнуть, Анна Леонидович, вот вы в Америке, а там ведь основная волна идет и оттуда частично. Потому что кампусы, вот известно заявление Гарварда, университеты, вся эта среда кампусов, мы ее так назовем, вплоть до Старбакса. Все, значит, солидарно выступают в поддержку именно Газы. И это старое противоречие, очень старое, находящееся в области попыток леволиберальной идеологии разрушения нынешнего миропорядка. В котором консервативного, в общем, во многом прежде, миропорядка, который обеспечивал безопасность. Ясно определял, где добро, где зло. А здесь такое релятивное, знаете, создание нового континуума, политического континуума, при котором жертвы меняются местами с агрессорами. По-моему, это настолько очевидно лежит на поверхности. И по разным вопросам, но этот очень острый, потому что это вопрос мира и войны, жизни и смерти. Такое уже происходило. Вот первый вопрос такой, давайте это, Андрей Андреевич, обсудим. Действительно ли можно судить о том, что водораздел проходит где-то в районе идеологии? Или в районе цивилизации? Или в районе религии? Почему, собственно, окончательно леволиберальная среда, вот в основном она, да, вот так окончательно определилась в пользу, собственно говоря, Хамас, Газа и всей этой темы? Вот что бы вы сказали? Ну, иначе с Градатурой, ну, это кукла в руках вот этой леволиберальной тусовки. А вот надо разобраться, что за кукла, там Human Rights Watch выступил, там же многие. Вот что это за кукловоды? Вы правильно сказали, что это наследники, почему мы называем их лево-марксистского направления в американской интеллигенции, политической мысли 30-40-х годов, которые искренне защищали интересы угнетаемого пролетариата и мечтали о сломе вот этой системы, то, что называли системой власти угнетения. Вот не случайно это Гарвардский университет тут оказался. Вот эта плюшевая лига четыре высших, где обучается высшая элита американская, эти университеты еще в конце 30-х годах были захвачены, ну, после что коммунистическими профессорами. В 30-х годах в этой профессоре было вообще, в этой среде было модно быть агентом НКВД, помогать, например, передавать в Россию разработки по атомному проекту. Да, сам Аппенгеймер был замешан в связи, в прямой связи с Левами. Да, не будем указывать на личные обстоятельства его жизни. Вот, ну вот с годами пролетариат-то ушел, они все пролетариат защищали. А пролетариат ушел, пролетариата нет сейчас. Ну, классический пролетариат – это там миллионы рабочих, у конвейера там заворачивающие какие-то грызки. Они исчезли, так же, как исчезли фермеры. Вот было 97%. Отчужденные отправ собственность на средства производства, выразимся так, как Маркс бы сказал. Вот, исчезли фермеры, и так же исчез пролетариат, поэтому в этом среде революционной, как правило, это элиты, элиты вполне обеспеченные. Элиты западные, им нужно кого-то защищать от произвола власти имущих. Ну вот, набралось целый ряд таких священных коров. Это защита среды, защита прав ЛГБТ, защита сообщества, гендерное разнообразие. Ну, все это вообще-то правильные мотивы, чудовищные. Кстати, почему, между прочим, вот интересно, вот, дичайшие противоречия, вот, в поведении и мировоззрении этой тусовки. Ну, вот они, например, яростные защитники прав ЛГБТ, ЛГБТ сообщества. Ну, вот, извините, вешают гомососуалистов в Иране, и сейчас они поддерживают, по существу, Иран, вот, в этой войне, которую Иран объявил Израилю. Так вот, в этот набор священных коров, которые защищают эти люди, которые считают себя прогрессивными, продвинутыми, вот, их краевого демократической партии так называют себя, прогрессисты. В набор этих священных коров входит и угнетенный народ Палестины, лишенный своих земель. Ну, это... Так сложился этот миф, ну, два слова просто, очень кратко. Вот это обвинение в том, что Израиль захватил какие-то палестинские земли. Ну, элементарная справка, найдите в Википедии. В 1948 году Генеральный Ассамблея, он принял решение, когда британский мандант на территории Палестины исчез, собственно, никакого палестинского народа не было, были арабы и евреи. Палестина – это географическое понятие, как, скажем, Вологодщина или Брянщина в арабском мире. Вот. Было принято решение о разделе этой территории, управляемой британским мандатом после Первой мировой войны, а там произвольно было все нарезано французами и англичанами. Кстати, Россия тоже принимала участие. Очень большой кусок получила в этом соглашении 16-го года, но не смогла воспользоваться этим, потому что пришла на сторону врага, так сказать, в результате большевистской революции. Так территория была поделена. Организация объединенных наций – одно для еврейского государства. Меньший час, кстати, от этой территории, другое – арабское. И евреи с этим с удовольствием согласились реализовать вековая мечта сионистского государства. А арабы Палестины и все арабские государства, их там было что-то в объединенных нациях уже 12 или 15, все не только выстрелили против, а все направили свои армии на уничтожение этого еврейского государства. Цель была выкинуть этих проклятых евреев в море и, собственно, прогрессить 100% арабское государство на всей территории Палестины. Произошла жесточайшая война. Вообще все войны – это были войны на уничтожение Израиля. И война 1948 года, и война 1968 года, и судно войны. И та, которая идет сегодня, она тоже направлена на уничтожение Израиля. Вот. Израиль отстоялся на существование в результате военных действий и того, чтобы прекратить полный разгром арабских армий. Они согласились на перемене, на линии соприкосновения сторон, которая была немножко больше, оставляла в руках израильской армии немножко больше территории, чем она получила по этому мандату. Но все равно арабская часть была больше своей. Но случилось… Вот фундаментальное событие, которое произошло после этого. Никакой арабской государства не было создано. Вот эту территорию, которая после перемене оставлялась по контролям араба, захватили и Ордания, и Египет. И Ордания, и Египет. Вот то, что сейчас называется Западным берегом, это захватило себе Ордания. А то, что сейчас называется Газой, это захватило Египет. То есть территорию так называемого палестинского государства уничтожили арабские государства. Но кроме того, казалось бы, они еще создали некую культуру палестинских беженцев. Ведь что произошло? Ну, в результате этой войны, естественно, с арабской части территории все евреи вынуждены были опасаться, преследованные перейти на израильскую контролировать территорию, а арабы с израильской территорией на арабскую. Но кроме того, забывают еще один факт. Около двух миллионов евреев были изгнаны из всего громадного пространства арабского мира. Там от Марокко, я не знаю, до Эмиратов и так далее. Эти евреи, которые изгнаны, они вернулись и стали гражданами Израиля. Никто не помнит, никогда не называются беженцами. А вот тех арабов, которые ушли, да и, собственно, те, которые оставались на территории Западного берега, спокойно и стали вроде бы гражданами Израиля, им тоже была навязана какая-то культура беженцев. Их держали в привозированных военных огнях из поколения в поколение с целью вернуться на родную отобранную землю. И с тех пор 70 лет продолжается, как я уже сказал, одна за другой попытки осуществить то, что арабы пытались осуществить в Первой войне в 1948 году, уничтожение еврейского государства. Ну и теперь мы прекрасно понимаем, эта война, эти все войны были за то, что за со всеми евреями творить то же самое, что с ними творили эти террористы Хамаса. Хамаса в кибуцах, так что вот картина абсолютно, абсолютно ясная, но в этом извращенном сознании вот этой левой тусовки воображаемый палестинский народ является воображаемой жертвой какого-то изгнания из своей территории. Это уже не выберешь никакими средствами. Почему это имеет какое-то значение? Я думаю, что мы сейчас покончим с этой левой словочью, перейдем к более содержательной части оценки идущей, сейчас уже сформировавшейся четко мировой войны, известной стороны, союзы и так далее. Важнейшую роль играет, конечно, позиция Соединенных Штатов, которая на сегодняшний день, на мой взгляд, почти безупречна. Вот эти выступления Байдена, Блинкена в Израиле, речь обращения к нации Байдена из Белого дома. Ну, вы знаете, мне хотелось сразу щепнуть и спросить, не я ли это написал, откуда он взял из наших бюджет с Фейганом и из моих статей все эти основные принципы. Нет, он взял это из исторической речи Блинкена, которую я называю Фултонской речи Блинкена 13 сентября, я не накратно об этом говорил в университете Джон Ху. Там все эти принципы были. Да он, Марк, он говорил нашим языком, Байден, потому что враги цивилизации объявили войну двум государствам Украины и Израиля. Иран хочет уничтожить Израиль, Россия хочет уничтожить Украину. Мы не можем, как лидер свободного мира, как самое сильное государство, мы не можем себе это позволить, потому что это приведет к уничтожению американского государства. Это борьба добра и зла. Мы окажем любую возможную военную помощь и Украине, и Израиле. Что вообще, что поражает меня, что приятно поразило меня. Ну, я думаю, мы покончили, да, слева слова, что можно уже спокойно... Ну, да, хотел, конечно, еще потоптаться на них, но ладно, бог с ним. Да, да. Что меня больше всего приятно поразило, он об Украине говорил больше, чем об Израиле, в этой речи. Вот самые важные цитаты, на мой взгляд, очень простые. Первое, он сказал в самом начале, просто два слова. Путин и Хамас. Он поставил ряд. Путин и Хамас. Этим уже все было сказано. Путь Хамас хочет уничтожить. Израиль, Путин хочет устроить Украину. Мы это им не... Я это им не позволю. Надо сказать, отдать должное Байдена. Ну, эти... Его выступления, конечно, его сегодняшние картины мира, это результат... Мы об этом не догадываем. Победы концепции Блинкина и Остин над концепцией Бернса и Соливана. Победы уже безоговорочные совершенно и необратимые. Но надо сказать, Байден лично, ну, скажем так, по-стариковски, к сердцу принял эти позиции. Он говорит очень эмоционально, заинтересованно, личностно. Ну, вот еще одно очень важное заявление. Как же он сказал? Our critical partners Ukraine and Israel. Ну, critical partners в данной контексте приводятся наши главнейшие союзники Израиля и Украины. Я скажу так, что де-факто выступление Байдена, это же не просто выступление, это же громадные военные решения приняты. Что касается Израиля, это посылка двух авианосных групп, а это усиление американской группировки происходит каждый день. После двух авианосных групп был послан флагман резинового флота. Ну, более того, американцы в персидском заливе вступили в военные действия, сбивая ракеты хуситов, ну, то есть иранские ракеты, направленные на Израиль. Посланы и сухопутные части ограниченные. Мы видим и спецназ для возможного освобождения заложников. Очень резкие заявления последние два дня министра обороны. Пока же американцы понимают, кто их основной противник. Это Иран, Иран организатор этого нового основного похода на уничтожение Израиля. А что касается Украины, это, ну, посмотрите, это финансовый законопроект, который внес Байден. Я напомню эти цифры, 60 миллиардов долларов на поддержку Украины, 12 на поддержку Израиля. Это не потому, что он Израиль любит меньше, чем Украина, он одинаково любит, одинаково важны сейчас Израиль. Это просто у Израиля меньше непосредственной потребности Украины, Израиля сейчас, чем Украина. Ну, вот все эти разговоры о том, на этом фоне, еще продолжающиеся в ряде в украинской медиасреде такие нарративы. Запад устал, нас могут бросить, нас заставят скоро делать какое-то соглашение мирное с русскими, территориально. Даже о чем вы говорите? Еще на Генеральной Ассамблее Байден прекрасно заявил, обращаясь к устам, представителям, собравшим там стран, что вы говорите о мире, а вы знаете, какую цену требует Путин за мир? Путин за мир требует капитуляцию Украины, отдать ему территорию Украины, детей Украины. Если ради мира мы пойдем на умиротворение агрессора, допустим, расчленение Украины, это слова буквально Байдена, никто из вас никогда не будет больше в безопасности, потому что мировой порядок будет разрушен и любой новый агрессор отважится на новую авантюру. Это безоговорочная совершенно поддержка Украины и Израиля. Это очень твердая. Вот, кстати, возвращаясь к левой тусовке, она чем опасна? Она же присутствует в демократической партии, в том числе в Конгрессе. Я даже могу ее точно оценить, если вы помните, еще полтора года назад было письмо 35 американских конгрессменов, демократов, Байдену стребили восстановить такой масштаб поддержки в Украине. Надо сказать, бунт был подавлен быстро, на следующий день они отобрали, отозвали, но они никуда не делись. Вот сейчас в этих безумствах антиизразов участвуют вот эти четыре знаменитые мандовожки, которые занимаются, знаете, там, сквот, они себя называют, ходят с плакатами газа и так далее. Но дальше я думаю, что это контролируется достаточно твердо, ведь никто из этой левой сволочи, но они хотят быть в демократической парте, хотят быть в Конгрессе, ведь никто из них еще не голосовал ни разу против помощи Украины. За помощью, кстати, вот задается вопрос, ну вот Байден, а вот Конгресс может не принять. Как он не может не принять, когда Конгресс всегда половина, все за Украину голосуют все демократы и половина республиканцев, в любом случае. То есть это примерно 320 против 130. Почему не было принято несчастное законопроект на 24 миллиарда? потому что трампистское крыло имеет, мы побажали сейчас, что имеет некоторые возможности процедурных маневров, процедурно оттягивать голосование. Это же невозможно до бесконечности. Тем более основной протагонист этого, Джордан, он снова провалился на выборах с Кипром. Да, есть процедурные вопросы у Байдена, но это будет преодолено. Вот это очень серьезный поворот в ходе, в ходе, в ходе того, что я называю, извините за мою приверженность этой терминологии, четвертой мировой войны, потому что я считаю третью, третью мировую войну состоящую холодную, которую Россия проиграла Западу. И такая классификация она делает более явной аналогию Путина с Гитлером. Когда Гитлер развязал Вторую мировую войну, чтобы взять реванш за поражение Германии в первой, так Путин развязал Третью, Четвертую мировую войну, чтобы взять реванш за поражение в Третьей холодной. Продолжение следует...